В состав капсул флюкостат входит флуконозол, представитель класса триазольных противогревковых средств. Показания. Применяется для лечения острого вагинального кандидоза, когда местная терапия неприменима. Как принимать курс приема и дозировка? Принимается внутрь. Капсулы проглатывают целиком. При остром вагинальном кандидозе препарат применяют однократно внутрь, в дозе 150 мг. У больных пожилого возраста при отсутствии нарушений функции почек следует придерживаться обычного режима дозирования препарата. При применении у больных с почечной недостаточностью при однократном приеме изменение дозы не требуется. Противопоказания. Одновременный прием терфенодина. На фоне многократного приема флуконозола в дозе 400 мг в сутки и более. Повышенная чувствительность к флуконозолу и другим компонентам препарата или близким по структуре азольным соединениям. Детский возраст до 18 лет. Период лактации. Одновременное применение с препаратами, увеличивающими интервал QT. Непереносимость глактозы. Дефицит лактазы. Глюкозоглактозная малябсорбция. С осторожностью применяют при нарушении показателей функции печени. При одновременном приеме потенциально гипототоксических лекарственных средств. Алкоголизме. Проаритмогенных состояний у пациентов с множественными факторами риска. Органические заболевания сердца. Нарушение электролитного баланса. Одновременный прием лекарственных средств, вызывающих аритмии. Нарушение функции почек. Появление сыпи на фоне применения флуконозола у больных с поверхностной грибковой инфекцией. И инвазивными системными грибковыми инфекциями. Одновременное применение терфенодина и флуконозола в дозе менее 400 мг в сутки. Применение при беременности и кормлении грудью. Адекватных и строго контролируемых исследований применения флуконозола у беременных женщин не проводилось. В настоящее время нет доказательств влияния низких доз флуконозола, 150 мг однократно, для лечения бульваргинального кандидоза, на повышение частоты неблагоприятных исходов беременности, а также взаимодействия с возникновением каких-либо специфических пороков развития у ребенка. При применении высоких доз 400-800 мг в сутки флуконозола описано несколько случаев множественных врожденных пороков у новорожденных, матери которых на протяжении большей части или всего первого триместра получали терапию флуконозолом. Применение препарата у беременных нецелесообразно, за исключением тяжелых или угрожающих жизни форм грибковых инфекций, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. Флуконозол находится в грудном молоке в той же концентрации, как и в плазме, поэтому его назначение в период лактации противопоказано. Специальные указания. При применении флуконозола, 150 мг, по поводу вагинального кандидоза, пациенты должны быть предупреждены, что улучшение симптомов обычно наблюдается через 24 часа, но для их полного исчезновения иногда требуется несколько дней. При сохранении симптомов в течение нескольких дней следует обратиться к врачу. В редких случаях применение флуконозола сопровождалось токсическими изменениями печени, в том числе с летальным исходом, главным образом у больных с серьезными сопутствующими заболеваниями. В случае гепатотоксических эффектов, связанных с флуконозолом, не отмечено явной зависимости их от общей суточной дозы, длительности терапии, пола и возраста больного. Гепатотоксическое действие флуконозола обычно было обратимым. Признаки его исчезали после прекращения терапии. В связи с возможным возникновением головокружения и других побочных эффектов, связанных с приемом препарата, в период лечения пациентам рекомендуется воздерживаться от управления автотранспортом и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных и двигательных реакций. Побочные действия Нарушения со стороны нервной системы Часто Головная боль Нечасто Головокружение Судороги Изменение вкуса Парастезия Бессонница Сонливость Редко тремор Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта Часто Боль в животе Диарея Рвота Тошнота Нечасто Метеоризм Диспепсия Сухослизистые оболочки Полость рта Запор Нарушения со стороны печени и желчеводящих путей Часто Повышение сывороточной активности аминотрансфераз Нечасто Желтуха Холестаз Повышение концентрации билирубина Редко Гепатотоксичность В некоторых случаях с летальным исходом Нарушения функции печени Гепатит Гепатоцеллюлярный некроз Гепатоцеллюлярное повреждение Нарушения со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки Часто Сыпь Нечасто Кожный зуд Крапивница Повышенное потоотделение Лекарственная сыпь Редко Эксфолиативные поражения кожи Включая синдром Стивенса Джонсона И токсический эпидермальный некролиз Острогенерализованный экзонатематозный пустулез Отек лица Аллопеция Нарушения со стороны крови и лимфатической системы Редко Ликопения Включая нитропению и агронолуцитоз Тромбоцитопения Анемия Нарушения со стороны иммунной системы Редко Анофилоксия Включая ангионевротический отек Отек лица Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы Редко Увеличение продолжительности интервала QT Желудочковая тахикардия по типу пируэт Нарушения со стороны обмена веществ Редко Повышение концентрации холестерина и триглицеридов в плазме крови Гипокалиемия Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата Нечасто Миалгия Прочие Нечасто Слабость Астения Повышенная утомляемость Лихорадка Вертига У некоторых больных, особенно серьезными заболеваниями, такими как Вищинфекция или рак, при лечении флаконозолом и сходными препаратами Наблюдались изменения показателей крови, функции почек и печени Однако клиническое значение этих изменений и их связь с лечением не установлены Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются Или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции Следует немедленно сообщить об этом врачу Условия хранения и срок годности Хранить при температуре не выше 25 градусов Хранить в местах, недоступных для детей Срок годности 3 года